В 2000-е годы интернет стал по-настоящему значимым для мировой культуры Тогда он еще не накрыл с собой все информационные процессы Но году это к 2004-2005 в сети сидело достаточно народу Файлы передавались с достаточной скоростью, чтобы паутина, как ее тогда называли Стала полноценной площадкой для распространения контента и информации о контенте Художники, музыканты, фотографы, писатели начали свое освобождение от традиционной системы барьеров на пути к публичности Телевидение, радио, газеты, издательства, галереи, рекорд-лейблы Все это стало не так уж важно Не так уж важно стало нравиться заносимым представителям этих институций, которых еще называют гейткиперами И хотя за последующие годы сложилась новая гейткиперская система, состоящая из онлайн-платформ Можно с точностью утверждать, что нынешний культурный ландшафт гораздо богаче, чем был 20 лет назад Один из примеров этого — группа Animal Collective Которая еще в 90-е сидела бы себе в глубоком андеграунде и максимум звучала бы на локальном хипстерском радио Ну, либо сделала бы над собой усилие и сочинила бы радиохит в духе Radiohead Привет! Меня зовут Святослав Иванов, и вы смотрите «Буквы, кадры, звуки» Здесь я рассказываю о культурных явлениях, которые нахожу интересными И сегодня речь о группе Animal Collective Странной, экспериментальной, дикой, дурацкой, смешной Что мы имеем в виду, когда говорим «музыкальная группа»? Бэнд Как правило, это несколько человек, систематически занимающихся творчеством вместе Они играют концерты, записывают альбомы и в той или иной степени распределяют между собой авторство музыки Как правило, между музыкантами достаточно четко распределены инструменты и функции И при прослушивании мы отмечаем, кто какой звук вообще издал Ну, а когда кто-то уходит из группы или приходит туда, это может ощутимо изменить ее стиль Если исходить из этого определения, Animal Collective — это не совсем группа, а что-то вроде творческого объединения Все четверо участников Animal Collective работали вместе только над частью их альбомов Представьте себе, если бы над альбомом Beatles A Hard Day's Night работали только Леннон и Маккартни А над Yellow Submarine, скажем, Леннон, Харрисон и Старр Ну, а вот над Сержантом Пеппером все четверо И это не потому, что кто-то из них уходил или возвращался А потому, что между ними установились, скажем так, свободные отношения Другое отличие Animal Collective от того, что мы обычно называем группой — отсутствие четкого распределения функций Практически любой из участников может взяться за практически любой из инструментов Гитары, синтезаторы, барабаны, драм-машины, вокал и так далее К тому же звуки на их альбомах наложены множеством слоев и размазаны, сливаясь в абстрактное полотно Так что практически невозможно разобраться, кто из музыкантов какой звук издал Впрочем, более-менее точно можно сказать, что основной вокалист группы — Дэвид Портнер, он же Эйви Терр По своей сценической манере немного напоминающий другую звезду двухтысячных Эйви — единственный, кто участвовал в записи всех до одного студийных альбомов группы Но однозначным лидером или фронтменом его назвать нельзя Он часто уходит куда-то на второй план Но когда он не на втором плане, то мы слышим его весьма узнаваемый голос Второй узнаваемый голос Энко — это Ноа Ленокс, он же Panda Bear Помимо Animal Collective, он примечателен сольным творчеством А его альбом Person Pitch, вышедший в 2007 году, и вовсе считают первым примером стиля Chill Wave Самый загадочный участник группы — это Джош Дибб, он же Диккен Он отсутствовал в составе группы в самый успешный ее период, в конце двухтысячных Но потом туда вернулся А еще он параллельно с музыкой работает плотником Конечно, надо любить музыку очень сильно, чтобы заниматься ею профессионально Ну как же нужно любить дерево, чтобы работать плотником, будучи широко известным музыкантом? А еще в Animal Collective есть геолог Это Брайан Уайтс, он же Geologist Единственный участник группы, который там не поет Единственный, кто не выпускал сольных альбомов И единственный, кто выступает на сцене с фонариком на голове Собственно, в честь этого фонарика он и взял псевдоним Геолог Будущие участники группы начали играть музыку вместе, когда им было еще 15-16 лет Еще школьниками, трое из них, кроме Панды Бера Собрали инди-роковую группу Autumnine И даже записали с ней несколько песен Очень грустных, медленных песен в духе группы Low И особенно меланхоличных моментов группы Pavement Autumnine просуществовала недолго Зато у чуваков еще в школе появился опыт звукозаписи и коллективного творчества Жили они тогда, кстати, в городе Балтимор, штат Мэриленд Позже Эйви Терр и Geologist уехали учиться в Нью-Йорк А четверка на несколько лет зависла между этими двумя городами То эти двое приезжали в Балтимор на лето и занимались музыкой вместе с Панды Берром и Дикеном То Панды Берр и Дикен совершали набеги в Нью-Йорк Megazord под названием Animal Collective был собран еще в 90-х Но до того, как они выпустили первый альбом в таком составе и под таким названием Успело еще много чего произойти Первой полноценной коллаборацией участников Animal Collective Стал альбом Spirit They're Gone, Spirit They've Vanished Который вышел в 2000 году И хотя его авторами числились Эйви Терр и Панда Берр Уже на этом альбоме слышится фирменный стиль Animal Collective Я бы охарактеризовал их тогдашнее звучание как noise folk Вроде бы мы слышим акустические гитары, пианино и довольно мелодичное пение Но фоном постоянно что-то скрипит, жужжит и дребезжит Хотя их стиль только начинал складываться, до широкой известности было еще 5-7 лет В 2000 году будущие Animal Collective записали один из своих лучших альбомов И одну из своих лучших песен Chocolate Girl Это хороший пример того, как часто бывают устроены их композиции Сперва музыканты долго и немного лениво блуждают между разными простыми мотивами А потом внезапно находят очень цепкую и навязчивую мелодию И начинают ее экстатично повторять много раз подряд Вскоре после выхода альбома все четверо прожили несколько месяцев вместе в Нью-Йорке И очень много занимались импровизационной музыкой В ход шли гитары, синтезаторы и разные бытовые предметы Чего под руку попадется? Как они потом говорили, из этих импровизаций выросла вся их дальнейшая музыка Правда, все то, что они тогда записали, было утеряно Кто-то украл просто записи После этого Диккен на какое-то время пропал А вот Geologist остался в группе Так что теперь они назывались Эйвитер, Панда Бэр и Геологист Не самое коммерчески перспективное название Но и не самая коммерчески перспективная музыка В этом составе они тогда выпустили два диких абстрактных инструментальных альбома Студийный Dance Manity и записанный концерт Holland Again Понятия не имею, что означают эти названия Тогда они стали вообще часто играть концерты На которых они как раз надевали маски животных Так что для этих заправских интровертов явно было способом раскрепоститься Под эту визуальную фишку тогда и придумали название для группы Forest Children Но альбомы все-таки выпускали под длинным списком из трех псевдонимов Потом Geologist куда-то делся И вместо него обнаружился Диккен Пока тот был свободен от плотничества Был записан альбом Campfire Songs Это был переход к мягкому акустическому звучанию Альбом этот был записан на крыльце частного дома Чьей-то тетушке И один из микрофонов стоял рядом на улице Чтобы фиксировать внешние шумы Хотя название альбома подразумевает Что это уютные песни, которые поют вокруг костра Слышим мы здесь скорее песни, которые поет сам костер Настолько они бесформенные и абстрактные Наконец в 2003 году группа все-таки собралась вся вчетвером Чтобы записать альбом Название Aveter, Panda Bear, Deakin and Geologist Казалось совсем уж непроизносимым Так что наконец-то было придумано вот это словосочетание Animal Collective Звучит немного тупо, но мы все огромные фанаты животных Мы тогда еще думали о том, что животные действуют чисто инстинктивно И слово коллектив этому абсолютно противоположно Музыка для нас была основана не на знаниях и не на разуме Мы хотели работать над музыкой на эмоциональном уровне, а не на интеллектуальном В результате первым альбомом под вывеской Animal Collective Стал Here Comes the Indian Также известный как Ark Правда в итоге все три студийных и один лайв альбом Потом были переизданы под названием Animal Collective Так что альбом 2003 года это как бы одновременно первый и типа пятый альбом группы Это психоделическое, лесное, музыкальное месиво Которое по идее должно было открыть какой-то новый период в истории группы Но по факту скорее закрыло предыдущей, раннюю эпоху Animal Collective А лучшая пара группы началась уже со следующего альбома В самом первом клипе Animal Collective Эйви и Панда разыгрывают басню Эзопа о черепахе и зайце Бегая и гоняясь друг за другом на велосипедах Правда потом один из них немножко съедает другого Но впрочем это только подкрепляет царящее видео дух идиотизма Спустя годы в другом клипе на песню Brothersport друг за другом бегают уже двое детей в масках животных А заканчивается это к счастью не каннибализмом, а диким коллективным сеансом абстрактной живописи Если бы Animal Collective были русскоязычной группой И если бы не существовала группа DDT Я бы предложил им название Дом детского творчества Потому что по духу их музыка, конечно, не животная А именно что детская Их воображение парит абсолютно свободно Не ориентируясь на каноны и правила При этом с какого-то момента в их творчестве стало много Легких, запоминающихся мелодий Которые они пропевают много раз Словно заигравшиеся дети Вот эта фирменная интонация группы была найдена на альбоме Sung Tongs Который Эйви и Panda записали в 2004 году Под устав от навороченных звуковых пейзажей, что были на ранних альбомах Они взялись за акустические гитары И стали петь такие бойкие песенки Исполненные в диковатой манере Подобную стилистику окрестили фрик-фолком А Animal Collective стали одним из патриархов гитарной акустической музыки С начала 21 века Вместе с такими музыкантами, как Джоанда Ньюсом и Девендер Банхарт Песни под гитару тогда вообще снова вернулись в моду Чего не было предыдущие лет 20-30 И Animal Collective перекинули мостик К той предыдущей эпохе, когда фолк был в тренде И записали мини-альбом Prospect Hammer Где пела Ваш Тибаниан Дива психоделического фолка из 70-х В том же 2005 году группа записала альбом Feel Свой первый альбом, на котором одновременно А. Поются песни И Б. Задействованы все четверо музыкантов Плюс еще тогдашняя жена Эйвитера Коллектив тогда еще намеренно использовал неправильно Криво настроенные инструменты Что, разумеется, пошло альбому только на пользу Можно сказать, что они тогда взяли ту манеру Написания песен, которая сложилась на Sanktongs И переложили ее на тот насыщенный И при этом размазанный дикий звук Который был характерен для их ранних альбомов Так, наконец, сформировалось их фирменное звучание И группу стали превозносить музыкальные критики И открывать для себя онлайн меломаны по всему миру Многие любят сейчас вспоминать легендарный 2007 год Который ассоциируется у всех со всяким там эмо-кором и поп-панком Но для меня 2007 год это много разной другой музыки И, среди прочего, альбом Strawberry Jam Как это нередко бывает с инди-музыкантами Которые недавно совершили некий большой прорыв На этом альбоме группа сделала шаг в сторону более качественного звука Но, в отличие от многих инди-музыкантов, недавно сделавших большой прорыв С ними не случилось так называемого синдрома второго альбома Благо, это был уже их какой... седьмой альбом? Заметим, что здесь в их звучании стал более ярко выражен синтезаторный звук Который в дальнейшем будет только нарастать В том же 2007 году группа дебютировала на телевидении в шоу Конана Убрайана Хотя выглядело это немного неловко Ну а дальше случился Meriwether Post Pavilion Нет, как-то я слишком обыденно представил этот альбом Animal Collective часто сравнивают с группой Beach Boys А если конкретно с Beach Boys образца альбома Pet Sounds 1966 года На этом альбоме легендарные калифорнийцы довели до совершенства модную в те годы технику стены звука При которой инструментальные партии многократно накладываются друг на друга И получается мощный звук, похожий на симфонический оркестр Думаю, что связка Animal Collective и Beach Boys возникла как раз после альбома Meriwether Post Pavilion С его монументальным электронно-симфоническим звуком Если прежде звучание группы было нефильтрованным потоком шумов и криков То теперь обрело стройность и полифоническую красоту Тут же случился и крупнейший хит группы Странно звучит, но довольно романтичная песня My Girls Как и те же Pet Sounds, Meriwether Post Pavilion альбом о любви, дружбе и семейных ценностях И это был объективный творческий пик Animal Collective И альбом 2009 года снискал успех у широкой публики И взобрался аж на 13 место в чарте Billboard Случилось то, о чем я говорил в начале ролика Группа, которая прежде безнадежно сидела бы в андеграунде В новом культурном ландшафте обрела достаточно широкую аудиторию И даже на телевидении теперь смотрелось нормально Кстати, ваш покорный слуга тогда побывал на их концерте в Лондоне Эх, хотел бы я сюда вставить какое-нибудь классное видео из того концерта Но все они, увы, выглядят вот как-то так К сожалению, камеры смартфонов тогда были не очень Впрочем, у меня с того концерта остались две фотографии И я очень ими дорожу и вообще дорожу этим воспоминанием Ну а к слову о сходстве с Beach Boys у Enco тогда вышел целый клип о серфинге Подмигивающий нам на эту тему И вот дальше, казалось бы, быть этой группой королями всей независимой музыки Быть культовым явлением, быть у всех на устах Но в 2010-х годах их легендарный статус несколько потускнел Ну, на самом деле, такой период наступает в творчестве любых значимых авторов В любом искусстве, которые не бросают заниматься творчеством Но и не умирают молодыми Следующий альбом, Centipede HZ, вышел в 2012-м И вокруг него уже не было такого шума, как вокруг Мэри Уэзер Хотя там тоже были отличные песни, чего стоит только лид-сингл Today's Supernatural Кстати, тоже к большой чести группы Они так и не выпустили ни одного понятного фигуративного видеоклипа В кадре у них всегда творится не меньшая, а да и большая психоделическая дичь, чем в самой музыке Чего стоит клип Apple Sauce, где девушка просто пять минут ест какой-то фрукт После Centipede HZ последовал самый долгий перерыв между альбомами Только через четыре года вышел Painting With Маленький веселый летний диск, кажется, самый нелюбимый фанатами И в наименьшей степени заинтересовавший широкую публику с самого момента, как группа обрела свое название Впрочем, это все равно хорошая музыка с обаятельными мелодиями и добрым настроением Ругать этот альбом, ну это как обижать котика В 2018 прошел почти незамеченным аудиовизуальный альбом Tangerine Reef Фильм про морскую фауну, сопровождаемый нежным эмбиентом Этим произведением гордился бы и сам Жак Ив Кусто За эти годы группа выпустила еще некоторое количество мини-альбомов и синглов разной степени экспериментальности Но оставалась по большей части незамеченной Однако их роль в музыкальном ландшафте не стала менее значима Animal Collective смешали воедино электронику, фолк, немного рока, пуп-музыку в стиле 60-х и современную экспериментальную музыку Потом размыли границы между этими понятиями до полной неразличимости И звучание образца альбомов Strawberry Jam и Meriwether Post Pavilion стало образцом для всей современной неопсиходелической музыки Которая как раз последние 10 лет на подъеме Tame Impala, MGMT, Deer Hunter, Beach House, Aerial Pink и многие другие исполнители Стали продолжателями дела Animal Collective И это не говоря уж о Chill Wave, Vapor Wave, Cloud Rap и других жанрах 2010-х с таким характерным дымчатым звуком Что ж, даже сам господин Е вроде бы является поклонником Animal Collective И это подчас можно уловить в его творчестве Долго ли, коротко ли, на дворе февраль 2022-го и Animal Collective выпустили новый альбом Time Skiffs Мне кажется, это лучший альбом группы за последние 10 лет Хотя он же может быть и самый простой, самый обыкновенный, прямолинейный, наименее экспериментальный за все это время Не в последнюю очередь, потому что здесь Panda Bear основательно так уселся за барабаны И четкими ритмами упорядочил звучание группы Акцентированность ритма и барабанные сбивки делают музыку более предсказуемой И структуру песен более интуитивно понятной Кроме того, на альбоме относительно мало спонтанности и хаоса В каждой композиции все подчинено единой руководящей идее Пользуясь часто используемой самими Animal Collective аналогией между музыкой и живописью Если раньше они обычно были таким кандинским То теперь они больше напоминают Ротко Пока что Times Kiffs не прошел проверку временем, простите за каламбур А однозначным шедевром, который моментально сносит башню, я его все-таки не назову Но этот альбом все же входит в число тех шести или семи альбомов, которые я рекомендую послушать в Animal Collective Летучая мышь Это список животных, фигурирующих в названиях песен и альбомов Animal Collective С этим зверинцем стоит познакомиться Если там вас и покусают, то это будет просто игра Спасибо за просмотр С вами были буквы-кадры звуки Не забывайте подписаться и поставить лайк Покажите видео друзьям При возможности поддержите мой канал Ну и слушайте Animal Collective Скоро увидимся Мы-то-кадры звуки Мы-то-кадры звуки Мы-то-кадры звуки Мы-то-кадры звуки Мы-то-кадры звуки Мы-то-кадры звуки Мы-то-кадры звуки